Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня, четверг, 22 октября, мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к Колосиным, первую главу с 24 по 29 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Ныне радуюсь страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силу Его, действующую во мне могущественно». Этот отрывок, дорогие братья и сестры, это конец первой главы послания апостола Павла к Колосиным, где апостол Павел, обращаясь к Колосиным, пишет о том, что сейчас, находясь в страданиях, в узах, мы помним, что послание к Колосиным, как и послание к Эфесиным, это послание из уз, то есть из темницы. И вот здесь апостол Павел в 24 стихе первой главы как раз-таки пишет о вот этих самых стесненных обстоятельствах, связанных с заключением. «Ныне радуясь в страданиях моих за вас, восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть в Церковь». То есть апостол Павел говорит о том, что он страдает, терпит неприятности ради тела Христова, то есть Церкви Христовой. «Восполняет недостаток в плоти моей скорбей Христовых». Напомню, дорогие братья и сестры, что слово «скорбь» – это не совсем адекватный перевод греческого слова «флипсис». «Флипсис» – это скорее внешнее гонение, внешнее притеснение, какие-то нестроения, внешние трудности. В нашем русском языке слово «скорбь» чаще воспринимается как что-то связанное с внутренней скорбью, печалью, какими-то внутренними трудностями. Вот на самом деле греческое слово «флипсис» означает совсем другое. И вот здесь речь идет о том, что как Христа притесняли, постоянно пытались его подвести, в конце концов, к тому, чтобы побить камнями. Мы помним, да, такие ситуации были в Евангелии. Ну и в конечном итоге все-таки противодействующие Христу иудеи довели дело до распятия. Так вот и апостол Павел через свои страдания, через свои трудности восполняет, как здесь сказано, в плоти моей, да, и Павловой, скорби Христа. То есть апостол Павел продолжает дело Христово. Как Христа гнали иудеи, так и апостола Павла гонят и иудеи, и язычники. Потому что в данном случае узы апостола Павла, конечно, связаны с его противоречиями, с его непониманием со стороны язычников. Ведь, собственно говоря, апостол Павел имеет в виду, что он, как апостол язычников, призван проповедовать, в первую очередь, для язычников. И, соответственно, и скорби, и трудности, и страдания, и нестроения он терпит тоже от язычников. И вот дальше, в 25 стихе, апостол Павел продолжает, что «которой, то есть церкви, сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог, показать, какое богатство славы в тайной сеть для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы». То есть апостол Павел как раз и говорит о том, что через него, апостола Христова, действует Бог и открывается тайна божественного спасения. Здесь в 26 стихе сказано, что «тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Очень интересная здесь такая игра вот этих вот антонимов, да, противоположных по смыслу слов «сокрытую» и «открытую». То есть тайна божественного спасения была сокрыта, она, собственно, была тайной, тайной до времени пришествия Иисуса Христа. Смысл этой тайны заключался в том, что Бог хочет спасения для всего мира, для всех народов, то есть для всех язычников. Собственно, язык — это и есть народ, да, в переводе со славянского. И вот эта тайна была сокрыта, она была, собственно, тайной, мистерией. Слово греческое «мистерия» так и переводится как «тайна». И вот через Иисуса Христа происходит откровение, открытие этой тайны, откровение, по-гречески мы все знаем, апокалипсис. Вот происходит апокалипсис этой тайны божественного спасения, что Господь призывает к спасению не только иудеев, но и язычников. И апостол Павел — служитель этой открывающейся тайны, поскольку действительно для самих иудеев эта тайна, она вызывает недоумение. Иудеи не согласны в своем большинстве с тем, что, оказывается, Бог хочет спасения и другим народам. Иудеи не готовы отказаться от чувства собственной исключительности. И вот апостол Павел идет и возвещает эту тайну, несмотря на противодействие иудеев, несмотря на непонимание самих язычников, которым обращена проповедь, собственно говоря, которые являются объектом проповеди и ради которых эта тайна спасения была наконец-таки открыта. И вот апостол Павел, зная, что его предназначение в том и заключается, чтобы проповедовать среди язычников, он идет, несмотря на трудности, и проповедует. И далее, в 28 стихе апостол Павел говорит, которого мы проповедуем, то есть Христа, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. Совершенным во Христе. Мы помним, что слово «совершенный», если мы опять же обратимся к древнегреческому языку, это слово «телос», «совершенный», дословно это слово переводится как «достигший цели». То есть совершенный в данном случае это не в плане идеальный, мы очень часто говорим, что само совершенство, кто-то совершенный. Часто мы подразумеваем под этим что-то идеальное, что-то очень хорошее, но здесь смысл немножечко другой. Совершенный значит достигший цели, то есть каждый человек во Христе Иисусе может достичь своей цели. Каждого человека Бог вложил цель, какой-то смысл, какое-то предназначение. И всякий человек через Христа, через познание Христа Иисуса может достигнуть своей цели, может выполнить свое уникальное жизненное предназначение. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к Колосинам, первую главу с 24 по 29 стихи. Также напомню о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова